Я считаю, что утро, доброе утро понедельника начинается вместе с нами. А я не буду с тобой спорить, абсолютно. В этот раз я соглашусь. В студии сегодня, дорогие наши, вас встречаем мы, Владис Дедонис и Евгения Монакова. Доброго вам, прекрасного утра. Добрейшего. 7 августа. И надеемся, что у вас день не тяжелый, как, собственно, принято говорить, понедельник день тяжелый. Ничего подобного. Хороший день. Такой же день, как и все остальные. И вы сможете провести его с пользой для души и тела. И интересно в том числе. Почему? Ну, потому что можно уже готовиться к встрече артистов, которые приедут к нам на Амурскую осень. Можно уже смотреть, на какие спектакли билеты есть. В общем, долгожданное событие. Запланировать посещение мероприятий в рамках Амурской осени нужно прямо сейчас, потому что спектакль, продажа билетов уже началась. Спектакли покажут на сценах ОКЦ, областной филармонии, театра драмы и арт-галереи Пушкарев. Также пройдут встречи с актерами, творческие вечера, церемонии открытия и закрытия, что немаловажно. И фестиваль начинается 10 и завершится 17 сентября. Поэтому живем в лете, а уже думаем про осень. Это правда. Ну, а прямо сейчас мы расскажем, что вы узнаете из сегодняшнего эфира. Паника из-за наводнения в 2013 и штраф Амурскому пилоту за несанкционированный полет в 2017. Об этих и других событиях в нашей традиционной исторической рубрике. Делают ли благовещенцы заготовки на зиму? Вот тема опроса, которую провели наши корреспонденты на улицах областной столицы. Его результаты обязательно узнаете. Навести порядок, избавиться от ненужного и строить планы советуют сегодня астрологи. Не пропустите наш традиционный гороскоп. Наш первый гость – психолог Антон Будаков. Обсудим причины подростковой и молодежной агрессии. Также в нашей студии сегодня появятся участники научно-технологической программы «Большие вызовы» Илья Котов и Арсений Леунша. И в завершении программы покажем работы, которые стали участниками конкурса «Мое преамурье». Напомним, его проводит наш телеканал. Поделиться видео самых интересных мест Амурской области еще можно, поэтому поспешите. И вновь говорим «Доброе утро, дорогие друзья». В студии «Нашего утра» по-прежнему Евгения Монакова, Влада Сдедонис. И у нас в планах рассказать вам, чем славен день сегодняшний в истории. А он сегодня не пестрит праздниками, но есть памятные… Интересные события произошли. События, которые, да, произошли в истории. Начнем мы с события, которое произошло всего 36 лет назад. Не так давно относительно исторических рамок. Очень недавно. Уже за тобой появилась фотография вот этой замечательной девушки. Это американка Лин Кокс, которая стала первым в истории человеком, добравшимся вплавь из США в Россию. Представляете? Сейчас у некоторых людей, которые не представляют себе, как это можно было сделать. Сейчас представили себе вот эти трансатлантические перелеты. Да, на самом деле, друзья, все гораздо проще. Путь там был недалекий. Да, недалекий. Она провела всего 2 часа и 6 минут, но в 6-ти градусной воде. Да, вот это сложность. Она преодолела 4160 метров Берингового пролива от американского острова Малый Диамид в штате Аляска до советского острова Большой Диамид. Как она сказала, мне просто хотелось открыть границы, чтобы все могли стать друзьями. А после этого, кстати, в 1972 году она за 9 часов 57 минут переплыла в Ла-Манш. Это уникально. Так что девушка очень упорная. Ты знаешь, это вот представительница того вида людей, которые, ну а что дома делать? Да, конечно. Поплыла. Поплыла. Также, друзья мои, 220 лет назад, а вот это уже давненько, началось кругосветное путешествие парусных шлюпов Надежда и Нева. Да. Нева? Или Нева. Давай назовем это так. Из Порта Кронштадт вышли парусные шлюпы под командованием отважных мореходов капитана-лейтенанта Крузенштерна. Ну кто ж его не знает. Конечно. И товарища Лисянского. Это первое русское кругосветное плавание, оно длилось три года, друзья. Три года, ребята. Солидно. Да. И потом в память о Крузенштерне был назван парус. Назовен пароход. Человек и пароход. Ну и еще есть одно интересное событие, которое произошло 7 августа 1870 года в Карловых Варах. Русский поэт Федор Иванович Тютчев написал свое знаменитое стихотворение «Я встретил вас». Оно было посвящено 62-летней баронессе Крюденер. Ох, сейчас в голове сразу зазвучали строки. Да, да, да. Причем именно такие музыкальные строки, потому что вот это произведение вы переложили на воздух. Ну да, он стал романцем. Да, и роман стал очень популярен. Необыкновенно. Неофициально. Ну кроме этого, у нас есть еще неофициальные праздники, которые вы можете сами придумывать, как вам их отмечать. Сегодня можно отметить день собирания звезд. Это что-то про романтику. Это что-то на богатом. Либо так. Можно и так. Праздник холостяка отмечается сегодня. Наверное, будет отмечаться с размахом. Владос, вы мимо этой вечеринки. Я, к сожалению, мимо этого праздника уже. Поэтому, парни, давайте я помню, как там было хорошо. Следующий праздник – день особенно нелепой упаковки. Ну вот тут, мне кажется, можно поупражняться. Вообще да, можно попробовать что-нибудь упаковать дома, потому что если вы человек неподготовленный, то ваша упаковка обязательно будет нелепой. А еще сегодня отмечается день профессионального оратора. О, с праздником, коллега. Да, с праздником. Мы можем друг друга поздравить. В принципе, с этим вы тоже можете сегодня что-то продекламировать, попробовать, либо выйти на сцену. Почувствуйте себя в роли оратора. Это будет как минимум полезно. А сейчас мы расскажем вам о значимых событиях, которые произошли в истории при Амуре. В 2012-м благовещенские таможенники задержали гражданина Китая, который пытался незаконно провести через границу крупную сумму – 370 тысяч рублей. Иностранца остановили на пассажирском пункте пропуска, а валюту он не задекларировал. Нарушители заплатил штраф. В 2013-м в Приамуре ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за паводка. Министр МЧС и губернатор Приамуре вылетели в Зейский район. Они планировали вместе оценить ситуацию, которая там складывалась. В районе было подтоплено 98 домов. Уровень воды поднялся до отметки в 613 сантиметров. Тем временем в Благовещенске горожане штурмовали магазины, скупали хлеб, воду и свечи. Самым популярным продуктом была тушенка. На дорогах образовались пробки, люди торопились на автозаправки. В областной столице появилась информация, что после прихода большой воды отключат воду и электричество. Распространились также слухи и о сбросах на ГЭС и про закрытие моста через Зею. В 2014-м в Приамуре стало больше миллионеров. По сравнению с 2013-м почти на 500 человек больше подали декларации в Федеральную налоговую службу, в которой указали семизначные суммы денежных накоплений. Большинство амурских миллионеров проживали в Благовещенске и Благовещенском районе. Меньше всего их было в Белогорске, Зее, Белогорском, Серышевском, Ромнинском, Зейском и Магдагачинском районах. Они работали и в четырех отраслях – геологоразведке, добыче драгметаллов, энергетике и финансовой деятельности банков. Амурского пилота частного самолета оштрафовали за нарушение правил использования воздушного пространства в 2017-м. Несанкционированный полет произошел у села Сергеевка Благовещенского района. Пилот поднял воздушное судно, чтобы обработать поля, расположенные на приграничной территории. Прокуратура установила, что план полета в службу по организации воздушного движения не направляли. Разрешение на использование воздушного пространства пилоту не выдавали. Радиосвязь с самолетом отсутствовала. Во время полета на борту судна не было действующего сертификата летной годности. Нарушителя оштрафовали на 3 тысячи рублей. Еще одна новость 2017-го. Министр здравоохранения при Амуре Николай Тезиков ушел в отставку. Он написал заявление об уходе по собственному желанию. В правительстве региона Николай Тезиков начал работать в 2011 году. Тогда он занимал должность заместителя председателя правительства по социальным вопросам. С 2012-го совмещал этот пост с должностью министра здравоохранения. А с 2015-го стал министром. В 2018-м амурские пенсионеры успешно выступили на международном фестивале конкурсе «Сунгари-2018». Они показали лучшие номера и стали лауреатами. Соревнования проходили в Харбине. За звание лучших боролись 27 танцевальных сборных. Россию представляли две команды из клуба «Танцы для здоровья». В каждой из них выступили по 24 человека. Домашние заготовки из овощей, ягод, фруктов, все эти закруточки, мне кажется, уже многие начали крутить. Обожаю это дело. Правда? Честно, я очень люблю. Что тебе больше всего нравится? Я люблю по классике. Огурцы, помидоры, вот это все мое. А я вот вообще как-то не очень. Ты, кстати, знаешь, что по статистике 85% российских семей занимаются заготовками? Я принадлежу к 15%. К той 15%? Да, я могу поесть в свежем виде. Вообще действительно, друзья, наиболее распространенными из продуктов являются помидоры, огурцы, капуста, естественно. А какие заготовки на зиму делают амурчане, узнаем из нашего опроса. Семья большая. Картофель мы садим с запасом. Овощи выращиваем практически все, которые растут у нас в городе. И, естественно, заготовки. Заготовки разные. Начиная от соления обычных рецептов огурчики, помидорчики, ну а также салаты, любимые сыном, мужем. Поэтому и лечу. И варенье, и грибочки. По грибочке ходим, грибочки маринуем, солим. И морковкой с оленой, и картошкой, и так далее, и так далее, и так далее. Все, что существует, у нас все готово. Грибы, грузди солим. Огурцы, помидоры. Ну, все, что растет на огороде. Ну, уже как-то это ушло. Ну, то есть для вас это не важно? Нет. У меня в основном хозяйка занимается конкретно, а я помощник. Все у вас огромное. Морковку, что нам захочется. Малину, овощи, фрукты, картошку, естественно, картошку. Ну, а там много этой, как его, медведки. Ну, как обычно, по старой памяти, все растет. И капучки, и помидоры, и огурцы, и баклажаны, и перец. Все есть. Да, соленья, огурчики мариную. Ну, вот, нарвала грибов уже немножко. Замариновала две баночки. Конечно. Заготовки есть. Кабачки, помидоры, огурцы. Картошка? Картошка, да. Ранняя картошка. А соленья, варенье? Соленья, варенье – это клубника, смородина, ну, и жимолость. Нет. Нету. Соленьями занимаетесь? Нет, не занимаетесь. Очень вкусно делают у нас. Есть специальные бабушки, специальные дедушки. Специально они прямо это очень так качественно делают. Вот. Очень вкусно получается. Поэтому, как бы, особо мы, наверное, любим заготовки от них. Варенье клубничное и огурцы солим. Огурчики солим, помидорчики солим, лечо обязательно, варенье, своя дача, теплица. Занимаемся каждый день. Дорогие друзья, сейчас будет очень интересная тема, о которой мы собираемся поговорить. Причины подростковой и молодежной агрессии. Ну, все уже понимают, раз мы взялись за тему психологическую, значит, у нас в студии должен обязательно появиться Антон Будаков. Он тут есть. Доброе утро. Доброе утро, Антон. Слушайте, ну тема такая, действительно, очень актуальная и непростая. Потому что, почему говорю актуальная? Потому что в последнее время как-то очень часто мы видим, что молодые люди проявляют какую-то необоснованную агрессию. Факты вандализма вообще у нас каждый день практически мы слышим о нем. С чем это связано? Почему так происходит? Во-первых, подростковый период, да, это такой пупертатный криз, гормональные выбросы большие. Там с 12 лет начинается. Во-вторых, это часто происходит, когда агрессия подавляется, в семейной динамике, в семье подавляется, накапливается. То есть в семье, например... Да, и деть ее некуда. Да, и деть ее некуда. И подросток не может ее выразить. И бывает, и взрослый не может ее выразить. Или, если говорить про взрослых, там на работе где-нибудь накапливается. А потом, когда люди находятся где-то на улице, в кругу своих сверстников, немножко тормоза снижаются, скажем так, безопасность появляется, и человек начинает проявлять эту агрессию. И выражает ее не совсем адекватно, не совсем социально приемлемо. Например, что-то ломает или агрессирует на друга, на товарища. И по большому счету причина агрессии в том, что... Причина вот этой неадекватной агрессии, да, потому что агрессия, она везде, она может быть адекватной. Как я говорю всегда, сказать нет, это тоже агрессия. По большому счету, если человек чрезмерно гипертрофированно проявляет агрессию, значит он где-то ее подавлял изначально, он ее накопил, потом безопасно, и выложил вот это все. Это единственная причина, кстати, подавления. Если говорить про вот именно агрессия межперсональная, то причин агрессии может быть много. Бывает и адекватная агрессия, потому что мы злимся, когда нарушают наши границы. Мы можем злиться, когда наши потребности какие-то не удовлетворяются. А у подростков реакция такая бурная сразу идет. Да, тут речь идет про такую глубокую дисгармоничную вот эту агрессию, когда вот вроде бы люди шли, молодые люди шли, да, в том раз что-то начинают ломать, крушить и так далее. То есть именно про вот эту потребность. Если говорить про вот вандализм, да, сказали, может быть тема самоутверждения, самореализации, что ребята находятся опять же в безопасной, как им кажется, атмосфере и начинают что-то ломать. Во-первых, посмотрите, какой я крутой, да, словно. То есть опять же потребность была не удовлетворена. То есть в каком-то кругу там семьи, возможно, нет вот этого принятия. А у подростка или даже у взрослого человека есть потребность, что посмотрите на меня, я вот в чем-то реализуюсь. А реализации нет. И тут вот что-то сломал, что-то сделал. И тогда вот вроде бы самоудовлетворился вот этим вот таким, самореализовался. Вот так вот. У меня еще такой вопрос. В силу того, что в последнее время мы все говорим, что детей наказывать нельзя, это прям вот не является ли еще таким фактом, как чувство абсолютной безнаказанности? Тут вопрос, нельзя ли наказывать, да? То есть мы взрослые люди... Я имею в виду физическое наказание. А, физическое однозначно. Но как действует взрослый человек? Что-то совершил, наказание равноправно совершенному. Ну, разбил стол, например. Ну, оплатил, ремонт стола, там, доставку этого стола. Так же и с детьми нужно. Если ребенок там что-то совершил, даже если он там со злости разбил тарелку, ну, будь добр, убери эти осколки, там, протри полы, да, можно родителям помочь, можно пусть сам это сделать. Ну, то есть, чтобы наказание было равноправным, равнозначным совершенному преступлению, скажем так. Но мы говорим о трудотерапии сейчас. А вот именно не могу остановиться. Вот просто я сейчас скажу понятнее. Когда я рос, я что-то совершал, папа брал ремень нормально и объяснял мне. И это было очень доходчиво. Понятно, да? Очень доходчиво и очень понятно. И в целом вырос я адекватным человеком, как мне кажется, и хотелось бы верить. Вот как быть с этими ребятами? Вот только трудотерапия, объяснение разговора, это все не тянет. Если ребята где-то подрались, что-то совершили, да, то есть тут разговоры однозначно нужны. Во-вторых, можно какое-то там наказание, так сказать, создать, там, не знаю, какие-то ограничения, домашний арест какой-нибудь создать, чтобы человек понимал, подросток понимал, что он совершил так называемое какое-то противоправное действие, да, и за него следуют какие-то наказания. Это раз. Во-вторых, важно разделять, что не ты плохой, да, не ты там агрессор, ты жестокий там, а ты совершил какой-то агрессивный там поступок. То есть чтобы это было понятно, доступно, и когда мы разделяем, тогда у ребенка есть шанс исправиться. Если мы говорим, клеймо ставим, ты плохой, ты агрессивный, ты ужасный. Да, то есть здесь нечего исправлять. Да, я плохой, я агрессивный, я ужасный, все. Никогда нельзя ребенку объяснять таким образом, да, есть хорошие дети, есть плохие, есть ты. Да, и где ты, мы еще сейчас решим, да, в какую сторону. Нет, ты, мы тебя любим, ты прекрасный, но сейчас ты совершил ужасный, например, поступок, и давай-ка сейчас это как-то исправим. Если это конфликт, ну, возможно, поговорить с оппонентом, разобраться вообще, в чем причина конфликта, поговорить с оппонентом и прийти к какому-то мирному, так сказать, соглашению с поддержкой родителей, вот. Вот, чтобы ребенок учился исправлять, если он совершил какую-то драку, повторюсь, чтобы как-то он нашел мирные, так сказать, переговоры провел мирные. Если он что-то сломал, разбил на улице, так же, что мы можем сделать? Ну, карманные расходы, лишен карманных, ну, не лишен, а из карманных расходов берутся деньги, и мы компенсируем ущерб, чтобы ребенок понимал, что он отвечает за свои поступки. Вообще, на самом деле, очень адекватное решение было бы, да, если вот те парни, которые отломали ту самую фигурку, отправить их на завод или в компанию, которая занимается изготовлением таких вещей, заставить сделать, приделать, чтобы они понимали, насколько это серьезный труд. Тут же важный еще момент ценности, что реально, насколько этот серьезный труд, когда человек бросает что-то, ломает что-то, мы же не всегда осознаем, что это очень ценно, и человек, который это создал, вложил много сил, усилия, времени и так далее. Когда человек сломал что-то, потом он это сам сделал, такой подумал, ух ты, это же реально труд. И потом уже у человека ценности поменяются, что все, что вокруг, чем мы пользуемся, это на самом деле большой труд других людей, даже порядок, да, общественный вообще порядок, это большой труд. И благодарность к таким людям уже формирует определенную ценность. Знаешь, как я своим детям говорила, чем отличается ребенок от взрослого, это тем, что взрослый совершает какие-то поступки осознанно и несет полную ответственность за все свои вот эти вот решения и действия. То есть и вот это действительно нужно понять именно в этом возрасте, подростковый возраст для этого и необходим. Антон, вам спасибо, как всегда, огромное за подробный рассказ. Рассказ, я надеюсь, что мы сегодня кому-то помогли, а кого-то может быть и на путь правильный направленный. Поэтому да, друзья мои, давайте будем чуть более адекватными. Помните, что в подростковой агрессии зачастую виноваты родители. Как, собственно, и всегда. Спасибо огромное. Я тут изначально на погоду наговаривал. Так, а сейчас на прогноз ты обидится, да, на астрологов. Ну, слушай, тебе такие прогнозы теперь могут писать. Да нет, ну шучу, не буду. Друзья мои, доброе утро. Как всегда в студии Евгения Монакова, Владис Дедонис. И мы готовы поделиться с вами общим прогнозом на день сегодняшний. Между прочим, там не все так плохо. Смотри, начинается хорошо. Сегодня благоприятный день, который принесет новые идеи и планы. Это же уже прекрасно. Это уже неплохо, согласен. К людям, на долю которых в последнее время выпало немало неудач, а такие люди есть, возвращается вера в свои силы. И они с энтузиазмом берутся за новое дело. Расправили плечи. Да. И готовы к совершению. День хорошо подходит для того, чтобы наводить порядок, избавляться от всего ненужного. Это нужно частенько делать, строить какие-то планы. Ну вот дальше ложечка дегтя в этой бочке. Возможны, опять же, мне очень нравятся вот эти слова, возможны. Мелкие недоразумения, но справиться с ними будет нетрудно совершенно, потому что, вероятно, решение старых семейных проблем тоже возможно. Отношения между родственниками могут улучшиться. Во второй половине дня придется много времени тратить на разговоры. Но это же неплохо, тем более, если эти разговоры могут привести к какому-то результату. Самое главное, не заниматься бесплодными попытками. Вот мы сейчас перестаем заниматься вот этими попытками. Болтология завершается, и вы узнаете абсолютно точный прогноз для каждого знака зодиака. Увны, для вас день окажется благоприятным и урожайным. Удастся выполнить все, что наметили. Нужный совет получите от человека, с которым недавно работаете. Только не полагайтесь полностью на его выводы. Ставьте свое веское слово. Тельцы, вы почувствуете себя лидером и настоящим везунчиком. Неудивительно, ведь успехи и выгодные предложения посыплются как из рога изобилия. Если состояние здоровья неважное, то отдохните, работа не убежит. Близнецы, в этот день нужен основательный подход ко всем делам. Даже если они мелкие и крупной прибыли не принесут. Набирайтесь опыта и знаний, чтобы продемонстрировать профессионализм перед коллегами. Раки, займитесь своим здоровьем. Не стоит рисковать и забывать простейшие правила гигиены. Не обращайтесь к тем специалистам, которые у всех на слуху. Львы, приятные и незабываемые встречи ожидают вас в течение этого дня. Это и однокурсники, давние друзья и даже товарищи из детского сада. Общение будет бурным, поэтому про личные дела вы забудете. Девы, если вы обожаете все новое, то дружелюбная атмосфера вам гарантирована. Не исключено возобновление старых связей, как деловых, так и романтических. По непонятной причине застопорится приход денежных средств. Перенесите шопинг. Весы, ваша консервативность поможет достичь успеха в профессиональных делах. Достойное качество, не поспоришь. Только не включайте его в любовных делах. Живите чувствами. Скорпионы, вам придется ускориться, чтобы достичь цели. Вы способны на великие подвиги, эксперименты в работе и искреннее признание. Такого насыщенного дня у вас давно не было. Стрельцы, сегодня не стоит ждать выгодных предложений. Обстоятельства сложатся так, как в страшном сне не представишь. Ограничьте себя в покупках, чрезмерном питании и интимных связи. Прислушайтесь к интуиции. Козероги, вас может вывести из себя вульгарное поведение некоторых личностей. Увы, не обращать на это безобразие внимания не удастся. В быту одно будет цепляться за другое. Решайте вопросы незамедлительно. Водолей, не следует проводить эксперименты над собственной жизнью. Перемены не всегда к лучшему, если они притянуты за уши. В отношениях с избранником внезапно откроется второе дыхание. Рыбы, полезно переосмыслить все, чем живут и дышат. Пришло время меняться внутренне, не зависеть от других людей. Заметные подвиги произойдут в бизнесе и медицине. В июле в образовательном центре «Сириус» прошла восьмая научно-технологическая программа «Большие вызовы». Повезло ребятам, которые туда попали. А ведь туда попало определенное количество наших ребят. И двое из них сегодня находятся у нас в студии. Это Илья Котов, воспитанник IT-куб Благовещенска. И Арсений Леунша, ученик гимназии «Новеродин» города Благовещенска. Доброе утро, парни. Доброе утро. Слушайте, мы вам завидуем. Это правда. Я тоже хотел начать именно с этих слов. Потому что невозможно не позавидовать. Мало того, что это «Сириус», это прекрасное место в Краснодарском крае. Так это еще и способность, возможность, точнее, развиваться среди потрясающих ребят, педагогов. Вы счастливчики, правда? Как вы туда попали? По программе «Большие вызовы». Да, было несколько отборочных этапов. Сначала в рамках нашего региона, затем уже по стране. Плюс еще была Республика Беларусь. Да, хоккеисты. Да, параллельно со сменой «Большие вызовы» приезжали спортсмены. Хоккеисты из Беларуси были. Помнится, в конце, ближе к концу программы был матч. Класс, класс. Смотрите, участие в этой программе приняли около 400 победителей. Так много человек приехало туда. Это вообще так популярно? Да, но хотя, если учитывать то, что по всей стране было около 40 тысяч заявок. Ого! То есть это действительно очень популярная смена. Ребят, попасть туда было сложно? Расскажи. Ну, не особо. Мне нравится скромность мальчишек, потому что, ну, не особо. А вообще, как туда попали? Чем вы ездили? Мы создавали проекты. У меня был помощник для незрячих очки. Уже я тут тоже в студии был. Да, кстати. Мы уже презентовали этот проект. А у тебя как? Я разрабатывал навигационную систему для судов с учетом ледовой обстановки. Да, тоже здесь. Ничего себе. Я вообще в шоке. Ты понял, да? А как вы вообще это делали? Ну, вы же учитесь оба. Это как-то было во время... Это просто хобби? Увлечение? Или что? Или специально проект создавали для того, чтобы пройти отбор? Ну, и то, и то. И увлечение. Ну, это как минимум интересно, да. Разрабатывать что-то такое вот, что действительно очень полезное, нужное. Ну, и конкурс. Вообще оценили ваши проекты? То есть сказали, что они действительно актуальны, они необходимы? Уровень как оценили? Если мы победили, значит так и есть. Вот здесь соглашусь. А дальше что было? Что было в Сириусе? Это обучающая смена? Да, это образовательная смена. Мы там в командах также работали над различными проектами, которые предлагали вузы, какие-то ведущие компании страны. Здесь сразу рисуется такой вопрос. А никто не предложил ли вам продолжить вашу деятельность, когда вы закончите уже свое обучение, непосредственно где-то вот в какой-то компании? С такими предложениями они подходили? Ну, к нам нет, но вообще такое есть. Практикуется. Практикуется. То есть, в принципе, могут школьников уже заранее присмотреть, да, и рекрутировать активные корпорации. Какие задачи вообще вам давали там в рамках смены? Я понимаю, ваши проекты глобальные, но там наверняка, раз это корпоративные какие-то проекты, то там еще более глобальные. Расскажи. Там компания. Да, да, да. Компания Ситроникс нам дала кейс, нужно было сделать для их готового устройства, для их суда, сделать автоматическую швартовку. А, то есть, какую-то систему внедрить непосредственно. Неплохо. Ну, так это надо просто написать, сказал просто, это надо прямо написать какую-то программу. Для того, чтобы это делать, да? Сколько времени у вас на это ушло? Ну, программу мы начали писать сначала самой смены. У нас было два программиста, два схемотехника и два 3D-модельера. То есть, команда была такая составная, да? Должны были быть специалисты из разных отраслей. Ну и как, за сколько вы справились? Ну, мы сделали, месяц охватило. За месяц. Отлично. За месяц. У нас прототип, опять же. Ну, да. Ну, рабочий, да, прототип. То есть, люди, которые нас посмотрят, скажут, о чем речь вообще? Мы не понимаем, как это можно сделать за месяц. Но на самом деле можно, друзья мои. Если голова на плечах есть, тогда можно. Как это можно школьникам сделать за месяц? Его же нужно было презентовать в какой-то бассейне, не знаю, чтобы показать все действие. У тебя штаб. Да. Ну, стоит рассказать, какой проект я делал во время смены. Давай. Это, в общем, было автономное судно, то есть, которое ездит без помощи экипажа, без каких-то дополнительных способов управления, там, пультом или тому подобное. То есть, это какой-то наводный дрон? Что-то типа того. Вот, и самая главная фишка заключается в том, что ориентация в пространстве происходит с помощью камер. Условно, капитан судна видит глазами, а робот видит камерами. Ого. Вот. Испытали? Да, мы провели испытания в пруду. И как? Работает. Успешно? Работает. Ну, на самом деле, да, технология такая, как, допустим, у квадрокоптера, да, он же тоже может видеть камеры. И, соответственно, нереализация туда, куда он не нужно. И здесь такая же тема, да? Да. То есть, он ориентируется в пространстве, понимает, где он в мире, понимает, какие рядом с ним объекты, чтобы, если что, корректировать свой маршрут. Но это с выходами на спутники или он как-то сам ориентируется? Ну, преимущественно, все-таки, с помощью камеры. Но, в целом, можно и применять спутниковую связь. То есть, нужно глобально расширяться. Да. Я же, видишь, я в теме. Я вот только что хотела сказать, что удачно подвазился. Прекрасно получилось. Ребята, вы, правда, потрясающие. Я не знаю, что вас ждет дальше, но предполагаю, что там в будущем что-то очень интересное. Какие планы на ближайшее будущее? Дальше больше. Однозначно. Правильно. Я тоже считаю, что не надо открывать своих планов. Лучше сделать, доказать, что это работает и действительно необходимо человечеству, а потом прийти к нам в студию и уже этим похвастаться. А мы вас уже ждем. Место готово. Спасибо, парни. Удачи и продолжайте творить. Спасибо. Дорогие друзья, упоминание о том, что наша область, она прекрасна, и в ней существует огромное количество интересных мест, которые можно посетить, я думаю, это не ново. Слушай, ну вот это вот все ваше рассказывание лучше один раз увидеть. Абсолютно точно. Как там все прекрасно. И если в вашем телефоне, в вашей галерее сохранились какие-то интересные видео, фото, сейчас любой из вас может стать оператором, корреспондентом. И участником нашего конкурса, который называется «Мое преамуе». И вы можете, вполне вероятно, даже выиграть смартфон от нашей телекомпании. Вполне вероятно. Поэтому смонтируйте интересный ролик до одной минуты и присылайте на номер нашей редакции. И, собственно, покажите то самое любимое ваше место в преамурье, а мы порадуемся за вас. Ну а мы же сейчас с удовольствием покажем работы наших зрителей, участников конкурса из Новопетровки Константиновского района. Карина и Лиза Сафины. Вам слово. Внимание. Мы находимся на территории Амурского заказника между селами Бойково и Новопетровка Константиновского района. Любой желающий может познакомиться с историей, флорой и фауной Амурской области в одном месте на озере Осиновое. Начиная с 60-х годов ученые вели здесь раскопки древних поселений. Собрав достаточно теоретических материалов о жизни и быте проживающего на этой территории племени, в июле 2013 года была построена экспериментальная реконструкция имитации древнего жилища. Полуземянка из дерева, сверху покрытая дерном, дымоходом на макушке. Именно таким, по мнению археологов, было древнее жилище племени Махе, которое проживало по берегам Осинового в IX веке. Эксперимент заключался в наблюдении за процессом естественного разрушения этого строения. А пока это озеро привлекает красотой цветения лотоса, но это уже совсем другая история. Мы находимся недалеко от села Новопетровка Касатиновского района, на озере Осиного. Каждый год, в 20-х числах июля, это место привлекает желающих понаблюдать за цветением лотоса. Но я уверена, что не каждый знает историю появления этого растения в водоеме. Восстановлением лотоса в окрестностях села Новопетровка занимались школьники Новопетровской школы под руководством Иваши Ольги Алексеевны. Семена были привезены из Хинганского заповедника, проращивали их в аквариумах, потом высаживали в озер на глубину до 1 метра. Для этого приходилось нырять и закреплять проростки в грунт. Старания ребят не пропали даром. В озере Осиного была восстановлена популяция лотоса. Наводнение 2014 года стало еще одним испытанием для этого нежного цветка. Большую часть потоков воды выбросило на поля, но лотос смог восстановиться. И теперь он радует нас каждое лето. Лотос – это наша достопримечательность и гордость. Как мне кажется, начало понедельника получилось довольно-таки бодрым, интересным, красивым и перспективным, что немаловажно. Главное, чтобы следующая часть дня не разочаровала сегодня вас, наши дорогие. Мы искренне желаем вам прекрасного настроения, сил для того, чтобы справиться с любыми трудностями, ну и хорошего начала недели. Какой, кстати, вот протрудности не должно быть, потому что понедельник не такой уж тяжелый день. А сделайте его ярким, веселым и отличным. До новых встреч. Евгения Монакова, Влада Сделонис, пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова